Двоеточие, тире и скобки вызвали наибольшие трудности участников тотального диктанта в Чувашии. Орфография оказалась на высоте. Только слово «экзистенциальный» многих заставило задуматься над правописанием. Такие выводы сделали организаторы своеобразного грамматического флешмоба. Другие подробности от организаторов далее. Проверить знания русского языка. Написать диктант на прошлых выходных в Чувашии решились более 850 человек. 50 из них писали текст в Новочебоксарске, а остальные в Чебоксарах. Работы проверяли более 20 преподавателей филологического факультета ЧГУ. К сожалению, отрицательных оценок оказалось больше, чем положительных. Но это не повод говорить о безграмотности участников, считают организаторы мероприятия. Текст действительно был сложным и необычным. Кардинально отличался от школьного диктанта. И оценивали работы по другим критериям, нежели в школе. Например, ученикам однотипные ошибки в диктанте засчитывают за одну. А на тотальном каждая ошибка засчитывалась отдельно. Поэтому настоящих двоек за этот тотальный диктант меньше, чем подсчитанных проверяющими, шутят организаторы. Настоящим антирекордом стала работа, в которой было допущено 50 орфографических и 25 пунктуационных ошибок. Общая установка у тотального диктанта как акции, количество двоек, троек, четверок не объявляется. Петрова Елена, студентка четвертого курса филфака ЧГУ, единственная написала тотальный диктант без ошибки. Пятерки получили и те, кто написал работу с одной ошибкой. Это Татьяна Синицкая, Валерия Рыжова и Раида Васильева. С последними двумя участницами диктанта организаторам пока связаться не удалось. Они просят их откликнуться и обратиться координаторам тотального диктанта. В начале следующей недели запланировано торжественное награждение отличников. Церемония пройдет на филологическом факультете Чувашского госуниверситета. Татьяна Трофимова, Дмитрий Коварев, Александр Петров. Республика.